Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я сегодня к вам пришла со своей радостью. Мне пришла посылочка от моей подписчицы и подружки Леночки из Калуги. Лена тоже блогер, у нее есть свой канал. Называется Елена Парадайз Сол Парфюм Косметикс. Такое длинное название. Многие ее, наверное, знают. Лена мне недавно написала, что хочет отправить посылку. Я, честно говоря, думала, что будет маленькая коробушка. Но вчера, по незнанию, так сказать, мне пришла смс от транспортной компании, что пункт доставки получить. Я не стала мужа ждать. Думаю, что уж там съезжу, получу сама. Поперлась на автобусе, оказалась там огромная коробка, витком набитая всякой всячиной. И так интересно было распаковывать. Как будто я конфетки сидела, разворачивала. Ну, просто много такой мелочевки всякой интересной. Я вот разворачивала, разворачивала, разворачивала. Потом поняла, что я уже опаздываю на работу. И поэтому быстренько-быстренько так все посмотрела. Даже не разглядывала. Сейчас вместе с вами будем. Ну, начну с вкусняшек, которые я уже одну распечатала. Такие сухарики были. Я уж не буду поворачивать. С красной икрой три семерки. Ну, вкусные такие. Просто с супом вчера захотелось. Я уж не стала. Думаю, до видео ждать. Половину уже съели. Ну, уберу, наверное, сразу из кадра. Потом вот такой вот пряник тульский с фруктовой начинкой. С натуральным медом. Это у меня муж будет. Он любит пряники. А я люблю шоколадки. Поэтому я буду шоколадку. Риттерспорт карамельный мусс с миндалем. Молочный шоколад с начинкой. Я такую еще не пробовала. Спасибо, Лена. Сразу уберу. Как начала лаять по дворе. И еще был чай. Просто не влез в коробку уже. И, ну, в общем, в развернутом виде. Где-то я его там потом откопаю. Вот такой вот чай. Ну, я, наверное, выброшу коробочку. Вот тут просто покажу, что за чай Ахмат. Зимний чернослив. А, я-то увидела, думала, слива. Потом заварила вчера. Думаю, ну, надо же такой яркий вкус чернослива. Прям мощный такой. Вот. Ну, и давайте уже перейдем к косметике. Я тут буду, видно. Не знаю, у меня тут и коробка, и корзинка полная добра всякого стоит. Ну, давайте из бутыльков начнем. Во-первых, вот такой вот шампунь. Шамту. Питание и сила с экстрактами фруктов. Я, кстати, одно время вообще довольно-таки долго пользовалась. Вот только вот этим вот шампунем. Постоянно его покупала. Он стоит недорого. Ну, и так, в принципе, нормальный для объема. И вот все, я его хотела повторить. Думаю, надо как-нибудь купить. Вот сто лет не брала. Хотелось мне попробовать. Думаю, может быть, сейчас он изменился или как. Ну, просто так поностальгировать, можно сказать. Ну, все никак. Руки, естественно, не доходили, потому что всего полно. Мне так нравится, как он пахнет. Так что, Лен, спасибо тебе огромное. Я буду с удовольствием пользоваться. 360 миллилитров, такой хороший объем для меня. Самое то. Потом был еще вот такой вот крем для рук и тела с маслами ши и авокадо увлажняющий. Идеально для рук после моющих антибактериальных средств. Огромный объем здесь, 250 миллилитров. Я его еще не открывала. А он зафольгирован. Поэтому пока не буду открывать. Потом был еще вот такой вот лосьон для тела от Avon Perceive Soul. У меня такого аромата не было и лосьоны тоже. Я обожаю вот эти вот парфюмерные лосьончики от Avon. Они классные, мне нравятся. Иногда, когда даже аромат бывает, мне очень понравится. А лосьон не такой ведь насыщенный, как аромат. Приятный такой парфюмерный. И к нему зачем-то была вот эта вот сзади примотана. Блин, я не поняла, в чем прикол. Для чего это? Напиши. Так, гель для душа. Конечно же, куда же без геля. Вот такой вот интересный гель. Я такой ни разу не видела. Fresh and Sweet. Гель для душа. Вишневый десерт. 300 миллилитров. Такой красивый он. И очень вкусно пахнет. Мне кажется, он больше пахнет черешней, чем вишней. Ну, не знаю, прикольный такой аромат. Интересный. У меня, кстати, и нету ничего такого вишневого. По-моему, малины всякие есть, а вишни нет. И один из моих самых любимых гелей. Бразильский кофе. У меня уже есть такой в запасах. Мне Танюшка присылала. Но это, наверное, один из тех гелей, которых можно хоть 10 штук поставить в запасах. И никому не отдать. Потому что он действительно классный такой. Ну, многие его знают. Аромат кофе со сгущенкой. Так. Дальше тоже от Ифраше. Вот такой вот моющий гель для рук. Что-то потерялся. Моющий гель для рук. Нежность. Тоже недавно был такой в использовании. Очень приятный. Аромат приятный. И сам по себе. И несмотря на то, что такой маленький объем, он довольно-таки экономичный. Надолго мне его хватило. И еще вот такой вот гель для умывания. Я сначала подумала, что это для интимной гигиены. Но нет. Смотрю, нежный гель для умывания. Зеленый чай и генкобелоба. Для нормальной и жирной кожи. Как раз мне подойдет. Большой объем здесь. 270 миллилитров. Зеленая аптека. Потому что такой ни разу не пробовала. Дальше. Нашла вот такой вот скраб. Кофейный. Сахарный скраб для тела. А вот тоже, кстати, вот эта вот фирма. Что и гель для душа. Интересный. Я такую не знаю. Фирму. А он, наверное, тут запечатанный. Ну, тут вот видно, да? Смотрите, какой он. Интересный такой. Сквозь упаковку не пахнет. Скрабы я люблю. 200 грамм. Буду с удовольствием пользоваться. Спасибо, Лен. Так, сейчас я покажу тканевые масочки. У меня вообще уже давным-давно они все позаканчивались. И я больше ничего не покупала. Такие маски, кстати, я ни одну, по-моему, из них не пробовала. Такая вот с улиткой. Здесь даже по-русски ничего не написано. С помидором. Тут, кстати, тоже. Так что, ладно. Будем угадывать. С гранатом. Ну, в большинстве своем, мне кажется, эти маски... Имеют одинаковый эффект. Корейские какие-то... Тут же есть мед, наверное, или пропорис, что-то такое. А, нет, здесь Q10, Q10, я почему-то подумала, что тоже с медом. А это, наверное, женьшень. Красный женьшень. Вот этот фармстейн. И патчи вот такие вот тоже интересненькие. Тоже попробую. Спасибо, Лен. И, блин, не уходя далеко от патчей... Так, коробка одна пустая. Сейчас самое интересное нырнуть. Вот в эту корзинку огроменную. Так. Вот такие вот патчи. Что за фирма? Эйнлиб какой-то бьюти. Тоже они запечатанные. Гидрогелевые патчи под глаза. У меня патчи нету в использовании. Лена это заметила и сказала, что пришлет мне. Классно. С пинцетом у меня, кстати, еще ни одни не попадались. Давайте тогда уже и открывать сразу будем. Вот такие вот они. Золотистые. Тут много очень жидкостей. Поэтому пока закроем. Надо будет пинцет потом этот сохранить для других. Нет, с пинцетом еще не попадались. Золото и улитка. Красивое такое оформление. С цветочками. Сверху вижу. Перемешку все будет. Что достану, то достану. Это два кусочка мыла от Ванды с гранатом и слаймом. У меня таких еще не было. Но я что-то себе почему-то не покупала. Поэтому попробуем с удовольствием. Так, сейчас вот еще мыла, которую я тут сверху вижу. То покажу. От Фрэш два кусочка. Ну, кстати, они почему-то их перестали продавать. Я уже не вижу больше. Линжир и лаванда. И мандарин и белый чай. Хорошенькие такие упаковочки. Но оно маленькое. Быстро так смуривается. И, к сожалению, не имеет аромата. Если бы оно пахло еще тем, чем заявлено было бы вообще замечательно. Так. Дальше вот такое вот мыло. Скраб на травах. Состав на... Короче, от Спивак. Натуральное мыло. Травы тут, вода, экстракт. Ой. Вот так натрия. Какой-то экстракт. Ну, запечатанный, наверное, да? Ладно, потом открою посмотрю. Когда буду использовать. И вот такие вот еще мыльцы тоже. Из натуральных компонентов написано. С отелей, наверное. Ну, мне папа такие все время привозят в путешествии. Тоже быстро. Все это измылится. Для зубов. Что я нашла? Кучкой тут. Вот такую вот зубную пасту. Кальций комплекс. Эффективная рецептура направленного действия. Укрепление эмали. Я, кстати, ни разу не видела вообще такие пасты. Это, по-моему, фирма мужская, по-моему, что-то я видела. Там дезодоранты или шампуни или гели для душа. Пасты не видела. Такая вот паста. С удовольствием попробую. И была еще маленькая вот такая вот колгейт. Тоже интересная. Обожаю такие малышки. Прикольные они. Сенситив. И две щетки зубные. Как раз нам на замену. Супер очищающая и белоснежная улыбка. Красненькие такие. Средней жесткости. Тоже вот этой же фирмы, что и паста. Тяжело говорить. Корло болит вообще немного. Так. Что я тут еще нашла? Два вот таких маленьких кремика для рук. Вот представляете, вся вот эта вот мелочевка была запакована. Замотана там в пленочке всякие. И вот прям целая-целая куча. Я говорю, я прям как конфетки открывала. Таким замиранием души, так сказать. Было интересно, что же там внутри окажется. Два крема для рук от Оли. С маслом Ши, витамином А и Е. С маслом ЖЖБ. Питательный и комплексный. У меня есть, по-моему, мне дарили уже, но в других упаковках. Не с кошками. А с птичками там со всякими. Малявочки такие. Так. Еще два мыльца таких маленьких нашла. Маленьких, прямаленьких. А вот еще что интересное было. Вот такие вот два дезодоранта. С ароматом лета от Деликея. У нас днем с огнем эту фирму не сыщешь. Но у нас нету улыбки радуги. В основном там представлено. Вот этот вот. А, он прям, я думала, это просто дезодоранты. Нет, написано антиперспирант. Банана, банана бум и вери-бери. Вот это тут бананом прям вообще ярко так пахнет. Но более натурально, потому что клубника вообще химозно. Ну, очень химозный аромат. Но все равно такой вкусный, прикольный. Маленькие тоже объемчики по 75 миллилитров. Я почему-то подумала, что это просто дезодорант. Думаю, ну, как спреем для тела буду пользоваться. Ну, раз антиперспирант, то это вдвойне хорошо. Так. Наверное, наверное, покажу как раз рукодельные дела. Лена вяжет корзинки. И вот я как раз сюда весь чай сложила. Прислала мне корзиночки с ручкой. Вот такая вот. Прикольная. Так, потом поменьше немножко. Девушка хотела коту приспособить. Как каску мы вчера с ним играли. Не понравилось ему это дело. Одна большая, другая маленькая. Не тот совсем размерчик. Вот. Ну, эти вот корзинки такие, как тканевые, да. А вот это вот уже можно, например, в ванну повесить. И что-то в неё сложить. Ну, непромокаемая. Классная вообще. Молодец, Лена. Я люблю вещи, сделанные своими руками. Сама люблю что-нибудь творить. И то, что другие делают, тоже здорово. Здорово. Вот. Так. И ещё, ну, тоже, я как понимаю, самодельная мочалочка. Вот такая вот прикольная. Классная. Спасибо, Лен. Буду с удовольствием пользоваться. Так. Как бы мне тут, наверное, уже... Надо сместиться. Так, что я ещё вижу. Мыло я ещё нашла. От Johnson. Bodycare. Vita Rich с абстрактом папайи. Кстати, хорошее мыло у них тоже. Я как-то давным-давно брала. Мыло мне больше понравилось, чем гели для душа или лосьоны для тела. Большой кусочек хороший. Ну, оно такое кремовое, приятное вообще. А, вот ещё нашла один гель для душа. Закатился он у меня вниз. От FAM. Не покупала я себе эти гели. Потопталась, потопталась. Что-то даже по акции мне показалось дороговато. Думаю, гелей много. И вот хоть один из новой коллекции-то ко мне приехал. Спасибо тебе, Лен. С ароматом спелых ягод он идёт. Ой, вкусно пахнет. Лето прям. Самое натуральное. Так. Это сюда. Так. Что тут ещё интересненького? Ещё два геля для душа. Такие маленькие. Тоже, наверное, из отеля откуда-то. Олива и розмарин. Или просто миниатюрки с маслом написано. Тоже сразу поставлю, наверное, в использование. То такая мелочёвка имеет свойство где-нибудь затеряться в запасах. Поэтому лучше сразу использовать. Так. Следующее, что я нашла в коробке. Был вот такой вот крем для лица. Коллагеновый. Овечье масло. Кто производитель? Спецмаз. Какая-то адрес производства Москва. Против морщин. В общем. Такой вот крем. Маленький объёмчик. Наверное, 40 здесь миллилитров. Я так думаю. Что ты так сразу и не увидишь. Потому что быстро используется. Спасибо, Лена. Так. Где тут что-то ещё тут? Бальзамы для губ. Парочку бальзамчиков вот таких вот нашла. Бальзам для губ. Питательный восстанавливающий. Мне нравятся вот эти вот от народных рецептов. Вообще классные бальзамы у них. А второй с дыней от Финель. Ну я что-то тут дыню не чувствую. Пахнет просто какими-то сладкими карамельками. Я сейчас вообще усиленно бальзамами мажусь. Потому что губы сохнут. Со страшной силой. Так. Вот что я вчера не распечатывала. Не посмотрела. Это. Лена мне говорила, что она мне отлила. Геля для умывания. Сейчас. Секунду. Кое-как его вытащила. Наверное, пять минут мучилась. Из целлофана. Глубоко. Очищающий гель для умывания. Виши. Нормодерм. Вот. Ну, у Лены просто большая упаковка этого геля. Она отлила мне попробовать тоже. Спасибо. Сейчас прям сразу поставлю его в ванну. Безоблагательно. Так. Для умывания, кстати, еще были вот такой вот конжаковый спонж. У меня, кстати, ни разу не было. Я себе не покупала. Попробую, что это такое. И вот такая вот. Такой вот спонжик из лифы. Я так понимаю. Его намочить, и он будет желтеньким. Таким вот. Как мы в фикс-прасте. В общем, покупаем. Спасибо, Лена. Нужные вещи. Так. Еще была такая вот пензочка маленькая. Сейчас я тут пытаюсь растортировать немножко. А потом я нашла две, я так поняла, это маски, да, прессованные. Поштучные такие. Тоже надо будет прибрать. И вот такой вот салфетки для снятия лака с ногтей. Мы как-то были такие. Мне, по-моему, тоже кто-то дарил. Кстати, они вроде неплохие были. Удобно пользоваться. Можно с собой. Ну, и на работе я не крашу ногти. У меня нет такой привычки. А так вот, например, если кто-то на работе занимается маникюром, так что, ну, можно с собой взять, чтобы там ацетоном не вонять на весь кабинет. Так, ну, что еще тут показать? Для ногтей еще сразу покажу. Ой! Два лака для ногтей было. Вот этот мне понравился цвет такой красивый. С блестками. Хорошая кисточка. Вот эти, кстати, неплохие лаки. Эль-Коразон. Но я их только на совместных покупках, по-моему. Они продаются в магазинах. Нигде я не видела. Но Лена занимается совместными покупками. По дикость там, наверное, и взяла. По дикость. Потому что мне дарила как-то коллега. Тоже лак от этой фирмы. Она тоже на совместных покупках его покупала. И вот такой вот яркий, красивый, зелененький. И пилочка. Кстати говоря, очень пригодится. Наконец-то я свою сломанную пилку выброшу. Которая у меня в косметичке в сумке валяется. Это уже прям страх. Так, ну давайте, что еще? А, масло. Вот это масло для волос. Тоже Лена мне про него писала. Амейзи какой-то, не знаю, что это за масло такое. Попробуем. Кстати, как оно интересно пахнет. Какой-то цитрусовый аромат такой. Ладно. Еще нашла тоже такую штуковину. Сначала не поняла, что это такое вообще. Это типа холдера, наверное, для CD-карт. Может, или SIM-карты положить. Вечно валяются они там где-нибудь в коробке вместе со шнурами. Со всякими. Тоже пригодится. Можно будет прибрать их все в одно место. Так, ну и давайте осталось декоративка и парфюмерия. Из парфюмерии. Несколько тут позиций тоже. Вот такая вот водичка туалетная. Queen of the Game от Playboy. Ну, это такой компотик. Я так поняла. Вроде ягодный. Ягодный такой он какой-то. Сладенький. Спиртом, по крайней мере, не несет на всю округу. Как бывает, сначала брызнешь, но у него прям такое мощное распыление. Ну, приятный аромат. Наверное, на лето оставлю или дома, может быть, попользуюсь. Ну, вообще-то здесь 75 миллилитров, мне кажется, хватит. И на лето, и дома. Так, потом... Такая вот миниатюрка. Lex Tass от Nina Ricci. 50... Как это 50 миллилитров? Да ну... В такой маленькой... Подозрительно цветочные и фруктовые группа ароматов. Тоже не помню, вчера вроде брызнула. Вот такой аромат. Не буду ее весь доставать. Обычный такой флакончик. И Эклата Тланвин де Апреже, что ли? Не знаю. Французский, не знаю, не умею читать. Тоже довольно-таки большая такая миниатюрочка. 7 миллилитров. Тоже попробую. Я не знакома с такой парфюмерией. Я как-то Эйвен, Эйвен, и все. И от C.L. Такой пробник тоже. Ну аж, кстати. Какой-то такой свежий тоже аромат. Вообще не сладкий. Даже как-то непривычно. Так, и осталась декоративная косметика. Очень я обрадовалась. Лена, тебе спасибо отдельное за нее. Мне очень все понравилось. Палетка вот такая вот от Вивьен Сабо. Классная. Я вот ее не видела. Если бы я, наверное, увидела у кого-нибудь в обзоре, я бы пошла, бы купила ее цвета. Мне очень вообще понравились. Очень красивые. Я вот сейчас в последнее время как раз такими и пользуюсь. Давайте сводчи делать. Красивый вот этот вообще. Это матовый. Яркий прям, а этот по приглушению. Мне нравится у Вивьен Сабо, что такие тоненькие палетки. Их хорошо складировать. Ой, кися там пришел. Сейчас запущу. Обед проспал. Все самое интересное проспал. Теперь пришел. Я думала, начну снимать, то придет по-любому, как только дверь на кухню закроется. Нет, только сейчас очухался. Ну вот. Тут, конечно, растушевать бы не мешало. Ну, нормально такая пигментация. Так, и второй ряд. Какой-то сыпучий, смотрите, прям. Вот, тут тоже красивый коричневый. Синий такой глубокий. А это матовый черный. Хорошая пигментация. Даже у черного. Красивые оттенки. Понравилась мне очень палетка. Спасибо, Аля. Огромное тебе за нее. Как я ее не видела-то до этого. И, знаете, тут все такое прям. Хотелось мне вчера даже этим всем уже накраситься. Помада. Тоже в цвет этой палетки. Ну, она была запакована в слюду. Все я распаковала, потому что очень мне интересно было. Лавель. Кремовая помада, по-моему. Да. Оттенок 0,5. Такой оттенок обалденный вообще. Я прям, например, под ногти. Самый, наверное, мой любимый сейчас оттенок. Классный вообще. Буду с удовольствием пользоваться. Я от этой фирмы помаду ни разу не пробовала. Спасибо, Лена. Огромное. И карандаш для губ. От NYX. Не знаю, какой номер. Здесь вообще написано. Ну, вижу. Тоже такой похожего тона. Я карандашами для губ не пользуюсь. У меня ни одного нет. Но вот этот вот просто вообще какой-то шикарный. Так ложится прям как по маслу. Ну, я думаю, даже если и именно как подводить не буду. Просто буду полностью губы заполнять как помадой. Так буду, наверное, скорее всего пользоваться. А может быть и как положено. Просто ты не привыкла к этому. И был еще вот такой вот пробничек туши от Шанель. У меня, по-моему, такая была. Где-то мне в журнале попадалась. Свеженькая. Такая кисточка у нее. Мощная. Прикольно. Тоже сейчас сразу положу в использование. Чтоб не засохла. Ну, все. Вот это вся была посылка. Такая огроменная. Очень-очень много всего. Разного, разнообразного, интересного. Лен, спасибо тебе огромное. Очень было так интересно даже распаковывать это все сидеть. Ссылку на канал Лены я, конечно же, оставлю под видео. Проходите, смотрите. У нее очень много видео про парфюмы. Она любит парфюмерию. Поэтому парфюмоманьякам добро пожаловать. Ну и так всякие разные покупки. Тоже интересные запасы там вообще мега-мега. Ну, в общем, такой же любитель косметики, как и мы. Поэтому заходите, смотрите. Вам всем большое спасибо за внимание. Всем спасибо, кто порадовался вместе со мной. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok